Я играю в Need for Speed Most Wanted Привет! Сегодня я хочу рассказать о лучшем, на мой взгляд, в маршруте фарма для новичка на карте таможня. Но перед началом моего монолога, откройте форточку. А начнем мы, пожалуй, с минимального гира для данного похода. Гир для нашего маршрута выглядит примерно так. Рюкзак дикого липиливри, броня 3-го и 4-го класса, то есть баннер-разгрузка 6B3, бронежилета 6B23, унтар, торси, рви, кираса-эн или же жук-3. Нам не нужна какая-то экстремально прочная броня, нужно просто, чтобы она держала картечь. Если вы выбрали обычный бронежилет, то вдобавок можете купить разброску дикого. Также стоит взять и птичку и фак или солева. Не забываем взять гемостатик или жгут. В рейд обязательно нужно брать любые наушники на ваш вкус, но лично я использую ГСШ или М-32. Из оружия вы можете взять любую пушку, завалявшуюся в вашем схроне, так как наша цель не убийства человека, а самооборона от диких не более. Перед самим маршрутом хотел бы добавить, что суть нашей тактики заключается в минимальным боевыми столкновениями, то есть вы ултали какой-то объект и услышали, что к вам идет человека. Нужно делать ноги и идти дальше по маршруту, а не вступать в бой. Начинаем мы с Таркона, и перед лестницей навстречает оружейный кейс. После поднимаемся наверх и открываем офисы ключом от офиса в таможне, цена которого составляет 8000 рублей. Взлетаем в офис управляющего и смотрим на полку слева. Ултаем сейф и смотрим на стол. Там спаунится ключ 306-го восточного крыла. Ултаем куртку и обязательно смотрим в мусорку. Там находится спаун разведанных. Переходим в соседнюю комнату, где нас встречает сумка и спаун еды на диване. Также в комнате находятся три компьютера. Перед покиданием таможенной зоны залутайте ящик в контейнере. Перед дорогой нас встречают два схрона, рядом с трубами. На остановке спортивная сумка. А также оружейный ящик рядом с тайфуном. Смотрим мертвого дикого и заходим на строительную зону. Слева рядом с помойками находится спортивная сумка. Тут располагается схрон. Шкаф с инструментами. Стол с оружейными модулями. А сверху спаун технического хлама и ящик с инструментами. Перед стекляшкой нас встречает ящик с техническим лутом. В комнате сумка, куртка и труб дикого, рядом с которым спаунятся оружейные модули. Здесь на столе еда, а также сумка на стуле и куртка. Идем наверх и заходим в библиотеку. Тут внимательно осматриваем полки и пол на наличии разведданных. В этой комнате находятся медицинские спауны и патроны. А также медицинские спауны и патроны в большой комнате. После чего выдвигаемся к стройке. Урал с оружейным ящиком и оружейными модулями рядом. Три оружейных ящика, две куртки, а также кровати с медициной. Не забываем проверить стол на выходе. На лавке спаун еды. На кровати и рядом с ними спаун еды и драгоценностей. Оружейный ящик и сумка. Еще одна кровать. Тут у нас технический спаун лута, а также оружейный ящик и модули. Еще один спаун технического лута. Патроны имеют ящик рядом с пулеметом утес. А дальше ящик с провизией. Ящики, на которых спаунтся патроны. Технический ящик. Модули, раскинутые на ящике. А еще рядом спаун патронов. Перед уходом улутаем тех ящик и идем к депо. Тут у нас технический ящик. И вот такой замечательный сухрон. Спортивная сумка и спаун медицины рядом. Ящик с модулями. И технический ящик. Тут у нас небольшая развилка по желанию. Вы можете пройти дальше по ЖД, либо пойти сразу на старую заправку. Если вы прошли дальше по ЖД, то вы можете здесь заутать схрон. Труп. И еще один труп. Еще один схрон. За старой заправкой находится спаун с модулями, снаряжением и кошельками. Однажды я тут нашел зеленую ключ-карту. Схрон. А в старой заправке спаун различного лута. В мини-вене спаун канистры и гранат. Тут у нас оружейный ящик. В газели спаун еды и модулей. Переходим к большой стекляшке. В комнате справа оружейные модули и ящик. Спаун еды. Опять спаун технического лута. Под лестницей спауны патронов и ящик с оружием. В отделе справа куртка и спауны технического лута. Тут слева еще паука, на которой спаунется технический лут. Стол с модулями. В контейнере также модули. Спускаемся вниз. Тут оружейный ящик и спауны ценностей рядом. Около привала сумка и спауны патронов, а также еды. Чуть дальше спауна медицины, а также медицинский ящик. Переходим в соседний склад. Ящик с оружием. Стеллажи с спавном различного лута. Еще один большой ящик с оружием. Тут в канаве находится схрон. Тут у металлолома технические спауны. В газели медицина. И стеллажи с техническим лутом. Тут у нас еще один спаун технического лута. Тут в контейнере оружейный ящик. На стеллаже спаун различного лута. А в шкафу и на столе патроны. Два компьютера и электроника под столом. Сумка. Два ящика с инструментами и куча спаунов технического лута и инструментов. Тут у нас на столе спаун модулей. Сумочка. И курточка. А еще в этой комнате одна курточка. Две куртки. Спавной еды и ценности. Технический лут. Инструменты. Оружейные модули. Кровать с патронами и едой. Манекен, на котором спаунится роликс. И ценности прямо под ним. Тут рядом с трубами схрон. Ящик с тихоутом. Спаун тихоута. И еще спаун тихоута. Ящик с гранатами и еда. Ящик с оружием. Куртки. Компьютеры. И два ящика с инструментами. Также не забываем залутать этот схрон. Подведем итоги. По среднему по этому маршруту можно наносить по 690 тысяч рублей за рейд. Если вы засполнитесь в другой части карты, то есть на Тарконе, то вы также можете идти спокойно по этому маршруту. Но главное, главное. Не жадничайте и будьте предельно аккуратны. Как я уже говорила, это первое новое видео. Не судите меня строго. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.